Жить столько, за жизнь столько слез, проли, то так, не знаю, больше моего, наверное, никто не были. Столько. Тот самый случай, когда память сильнее времени и годы войны хочется просто забыть. Их Анна Павловна вспоминает с неохотой. В 1944 году мне пришла повестка в армию. А я работал в отдел гособеспечения, был от госполкома с живыми солдатами, у кого дети ходили, проверяли. Нас определили на курсы радистов. Полгода учились на курсы радистов. К Новому году, 1945 года, нас перевезли в Рыбинск. В январе месяц 1945 года, да, 1945, конечно, нас отправили, значит, эшелоном, привезли в Польшу. И вот Польша забыла город-то какой. Пешочком дошли до Балтийского моря. Вот вся моя служба. В преддверии Дня Победы ветерана Великой Отечественной войны навестил депутат Законодательного собрания Пермского края Эдуард Аветисян. Можно вас, Анна Павловна, с наступающим Днем Победы поздравить. Будьте здоровы от нашей компании, от нашей команды, от себя лично. Спасибо большое. Спасибо вам. Не забывайте. В марте 1945 Анну Павловну наградили медалью за отвагу за бесперебойное обеспечение связи командира дивизиона с командирами батарей во время артподдержки наступающей пехоты. Такие подвиги не должны быть забыты. Сегодня Анна Павловна на заслуженном отдыхе, а в августе этого года отметит 100-летний юбилей. На данный момент в Соликамском округе живут шесть свидетелей тех страшных лет. Дай бог здоровья Анне Павловне и другим ветеранам. Наша самая, хотя бы малая часть, что мы можем сделать сейчас для них, это их не забывать приходить к ним в гости, заботиться о том быте, которое вокруг них есть сейчас. Любым даже добрым словом для них это большое подспорье. А мы, конечно же, должны своим примером показывать молодежи, подрастающему поколению, что без того, что мы уважаем историю, не будет никакого, конечно же, будущего. Присоединяются к пожеланиям и поздравляют с предстоящим Днем Победы Олеся Петровичева, Михаил Морошкин и вся телекомпания Соль-ТВ.